Еще раз добрый день. Рада вас приветствовать в новом учебном году. Тематика нашего вебинара посвящена современным подходам к формированию функциональных грамотности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Как уже представили, являюсь кандидатом педагогических наук, в том числе и руководителем Центра бережливых компетенций. А зовут меня Ибрагимова Вальдарфанисова. Итак, рада вас приветствовать. Надеюсь, вам прекрасно видно и слышно. И в том числе, если вдруг какие-то будут возникать вопросы, вы можете их задать либо в чате, либо во вкладке «Вопросы». Мы с вами прекрасно понимаем, что функциональная грамотность – это понятие настолько стало известным и привычным для нас, в первую очередь, педагогов, как дошкольного, так и начального общего образования, в том числе и остальных ступень. И, конечно же, следует вспомнить о том, что функциональная грамотность впервые была, как понятие, как термин впервые возникла как раз-таки на Всемирном конгрессе министров просвещения в 1965 году. И если говорить о функциональной грамотности, то изначально понималось понятие того, что ребенок должен уметь читать и писать и для использования в повседневной жизни и решения житейских различных проблем. Сегодня же функциональная грамотность – это способность человека использовать в течение всей жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач. И мы, конечно же, понимаем с вами, что ребенок, начиная уже с момента того, как он познает мир, он, конечно же, усваивает, что такое, допустим, как раз-таки картина мира, и понимает до каждой детали те или иные взаимосвязанные элементы этого окружающего мира. И, безусловно, когда понимаем мы как педагоги, что развиваем у детей функциональную грамотность, грамотность, которая помогает ребенку как раз-таки осваивать все, так скажем, прелести его жизни, его траектории развития личности, то приспосабливаем те или иные материалы, занятия, например, в детском саду в ходе режимного момента, либо, допустим, урока, когда мы проводим в образовательной организации как школа, либо, например, так же, как и лекционные материалы для студентов СПО или высшего образования, безусловно, каждый из материалов, он предусматривает использование тех или иных современных подходов, чтобы развивать у наших воспитанников функциональную грамотность, то есть ребенка как раз-таки натаскивать на развитие тех или иных гибких навыков, как еще многие говорят soft skills, да, и готовность человека как раз-таки к успешному взаимодействию с окружающим миром и самим собой является одним из ключевых моментов функциональной грамотности. Обратите внимание, что здесь представлен электронный как раз-таки банк заданий для оценки функциональной грамотности, дается такого рода ссылочка, ссылочка, и вы видите здесь как раз-таки скриншот, где идет описание этого электронного банка, потому что мы прекрасно с вами знаем, что с 2000 года как раз-таки Российская Федерация начала реализовывать большой цикл исследований, и если сейчас многие из нас, те, кто работает особенно в школах, знают, что функциональная грамотность идет чаще всего как дополнительное занятие по внеурочной деятельности, и некоторые, например, педагоги вводят отдельные компоненты, как, например, читательскую грамотность, то, конечно же, по элементам функциональной грамотности ведется большое количество заданий. И стоит вспомнить о том, что компонентами функциональной грамотности является читательская, как уже ранее было озвучено, естественно, научная, финансовая, глобальные компетенции, креативное мышление и математическая грамотность. В целом состав функциональной грамотности, он очень широкий, и каждый из исследователей трактует на свой лад, но все же каждому из нас известна финансовая грамотность, которую вводят и в детских садах, ведь дети начинают понимать уже в старших подготовительных группах, что такое, например, как раз-таки бюджет, или какие существуют расходы, доходы, вообще в целом, что такое валюта, купюры и так далее. Или, например, рассматривая читательскую грамотность, безусловно, идет уклон, конечно же, на умение правильно понимать текст, не только быстро его прочитать, а в первую очередь понять. Здесь вы видите примеры как раз-таки нам всем известных международных исследований, которые выложены на сайте и Федерального института по качеству образования, в том числе на каждом из сайтов непосредственно Министерства просвещения Российской Федерации, которое регламентирует банки заданий по каждому из этих компонентов. И, безусловно, хочется вспомнить и о том, что на сайте единого содержания общего образования есть целая рабочая программа курса внеурочной деятельности, посвященная развитию функциональной грамотности. Как и для детей младшего школьного возраста, например, словесное творчество, или раскрываем секреты текста, так и для детей уже ступени более старшего, так скажем, до среднего, с пятых классов начинается изучение прям так и называется программы функциональной грамотности. И обратите внимание на то, что, конечно же, рабочая программа раскрываем секреты текста, она предполагает то, что дети предполагаются, да, как раз-таки при изучении занятий внеурочной деятельности, в пятых-девятых классах в том числе, начинают изучать такие блоки, как хорошо уметь читать и решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст. Или, например, делаем выводы, заполняем пропуски в тексте, делаем текст лучше, совершенствуя содержание и форму. Обратите внимание, уважаемые слушатели, я очень надеюсь, что все прекрасно видно и слышно, есть момент того, что, конечно же, ребята, которые осваивают данный курс, безусловно, придерживаются позиции того, что эти жизненные задачи могут быть как раз-таки и с ними связаны. Потому что человеческая деятельность, она настолько многогранна, и, безусловно, ребенок уже в пятом уже классе, да, более таком осознанном возрасте начинает понимать не только ценности, как раз-таки, да, которые прописаны, допустим, в рамках духовно-нравственного воспитания, но и в том числе осваивают понятие грамотной личности. Личности, которая, безусловно, и пишет правильно, и красиво говорит, и красиво размышляет. То есть мы делаем акцент не на грамотности, не с позиции орфограмм, например, да, и в том числе, конечно же, на его умение логически рассуждать, на его креативность, на его как раз-таки критическое мышление. И вот один из подходов, который уже, возможно, вам также известен, выделяется технология развития критического мышления, когда предполагается, что на первой фазе ребята получают вызов. Допустим, возможно, ваше занятие будет начинаться не с того, что вы предполагаете приветствие и сразу же введение темы, да, названия тематики вашего занятия. А в первую очередь, конечно же, необходимо замотивировать ребят на освоение этой темы. Возможно, вы дадите какой-то шифр, где засекреченным образом введено название этой темы. Может быть, вы предположите как раз-таки приветствие от имени какого-то героя сейчас. Мультгероев в большом количестве включается, да, это и смешарики всем известные, мультгерои в том числе и, например, наш любимый Незнайка и так далее, так далее. И, конечно же, во второй фазе уже, когда ребята получают новую информацию, они рассуждают. То есть идет как раз-таки проблемная ситуация. Реализация этой ситуации помогает детям понять, ух ты, я понял, о чем будет идти речь. Я добиваюсь самостоятельно этого успеха. И когда уже на третьей фазе, фазе как раз-таки рефлексии, дети осмысляют, понимают, что происходит, какие, например, тематики изучаются и, возможно, термины даже выписывают. Ведь можно здесь использовать даже метод бортового журнала, либо, например, прием толстых и тонких вопросов, который позволяет как раз-таки фиксировать те или иные моменты вашего занятия. Да, конечно же, как педагогу это необходимо дополнительно подготовиться к занятиям, ведь материал нужно распечатать. Помочь, например, в этом может, конечно же, и не только, допустим, один педагог может разработать урок, а может быть, вы проведете совместно, например, со своим наставником. Сейчас понятие наставничества популярно в образовательных организациях, и, безусловно, мастер и его ученик может продемонстрировать большой опыт проведения занятия. И обратите внимание, что рабочие листы, они могут быть различным образом выглядеть. И вот один из вариантов как раз-таки такого мотивирующего на занятие как раз-то задания, представляете, здесь, конечно, невозможно было мне сделать в интерактивном формате, прошу прощения за такую техническую, так скажем, мою неисправность, но расскажу суть. Возможно, вы уже замечали, что существует большое количество интерактивных приложений, это, например, и в том числе Word Love, и, например, есть различные сайты, на которых можно также спокойно зарегистрироваться и использовать их, так скажем, ресурсы. И обратите внимание, суть этого задания заключается в том, что детям представляется алфавит не просто для того, чтобы они вспомнили порядок букв в алфавите, но и связанные темы, например, допустим, у нас сегодня функциональная грамотность, тематика. Если бы я смогла с вами сейчас, если, конечно, вы дадите обратную связь, будет безумно приятно, все-таки попробую с вами сделать такого рода интерактив. На вас третье ушки, уважаемые слушатели, значит, тематика у нас, так как функциональная грамотность, вы видите перед собой алфавит, назовите любое понятие, любое слово, начинающее на ту или иную букву алфавита, которое связано с функциональной грамотностью. Я очень надеюсь, что вы сейчас откликнетесь. Ну, например, кто-то скажет, что, допустим, может быть, у кого-то возникнет ассоциация с теми, или, допустим, вот на букву П написал Дмитрий Базилевич это письмо. Хорошо, замечательно. Я жду от остальных также слушателей. Если есть возможность, пишите. Суть этого задания заключается в том, что вы запускаете таймер, конечно же, и ребята уже в течение, например, первых пяти-десяти минут, не более, начинают накидывать различные слова. Самое интересное, что данный алфавит вы можете ограничить тем, что дети могут либо повторить эти же буквы, либо второй вариант, более сложного уровня, ребятам запрещается повторять уже пройденные, так скажем, буквки. Конечно же, это и на внимательность, и на сосредоточенность, потому что порой дети не всегда слушают внимательно воспитателя, в том числе и учителя. И, конечно же, могут даже не уловить, насколько там, например, букв вы прошли. Можно сделать это и рандомно. То есть, например, каждая буква в таком, так скажем, беспорядочном, хаотичном как раз-таки движении выскакивает на экран, и вы называете. Следующий также момент, который хотелось бы прокомментировать, он представляет как раз-таки реализацию различных нейроупражнений, в том числе и на использовании, конечно же, как и приема мозгового штурма, когда нужно быстро-быстро выполнить, накидать, так скажем, идеи. Но здесь самое главное, чтобы ребенок мог выполнить задание как рабочей рукой, так и нерабочей. Мы с вами знаем прекрасно, например, многие из нас, допустим, правша, но все-таки если мы работаем уже нерабочей рукой, то есть левой, нам это сложнее сделать. Или наоборот, то же самое происходит, когда у ребенка, например, левая рука является ведущей. Такого рода варианты задания могут быть разные. Например, вы сейчас видите уже с тематикой, если предыдущая была с темой как раз-таки различных растений, здесь представляются грибочки, которые помогают, опять же, пройти вот этот маршрут. Вы видите, да, здесь идет маршрут своего рода, и каждый ребенок, в том числе и дошкольного возраста, и младшего школьного возраста, может спокойно пройти по этому маршруту. Конечно же, в основе этих приемов заложена игра, да, кулак, ребро, ладонь, это вы знаете, наверное, да, тут просто идет трансформация. Вы представляете свой вариант содержания, а в принципе база, фундамент остается той же самой игры, кулак, ребро, ладонь. И здесь вот мы замечаем, что по цвету соответствующей как раз-таки картинке дети выполняют различные движения, да, и так далее. То есть как вам понадобится это содержание материала, так и вы себе и трансформируете. Допустим, как вариант, вот прямо сейчас же в голову пришло. Мы прекрасно знаем, что сейчас время года осень. Если я, например, проводила бы занятия с детьми дошкольного возраста, предполагая вопрос о времени года, когда детки начинают задумываться и доказывать, почему это осень, кто-то может вспомнить, что происходит осенью. Чаще всего из-за дождей большое количество грибов. И в этом году, например, наш регион не исключение. У нас большое количество, прям целый грибной, так скажем, не снегопад, но грибной дождь, можно так сказать. Вот, и есть момент того, что можно ведь использовать, допустим, в изображении этих грибов съедобные и несъедобные. Да, конечно же, ведь дети начнут и узнавать как раз-таки через эти картиночки название тех или иных грибов. Возможно, они еще не знакомы, но мухомор они точно узнают, либо, например, белую поганку. И, конечно, ваша задача снабдить вот этими знаниями для того, чтобы в их жизни это пригодилось. Ведь посмотрите, как интересно получается, когда дети через иллюстрацию начинают и через игру познают как раз-таки те или иные истории, которые необходимы в его жизни. Но понять, какие есть грибы съедобные и несъедобные, нам обязательно нужно. Да, ведь? Вот, следующий момент тоже одна из как раз-таки интерпретаций материала, который помогает развивать в целом как раз-таки мозговую деятельность, да, мыслительная операция и по анализу, и по синтезу. Ведь это и является основой функциональной грамотности. То есть грамотный человек, грамотная личность, она умеет как раз-таки не просто прочитать и пересказать текст, а как раз работать с видом информации, представленной в тексте или, например, в электронном варианте. И, безусловно, ребенок может осваивать и инструкции к игрушкам, в том числе к играм. И, конечно же, прочитать спокойно, допустим, в аэропорту, в автовокзале, в ЖД вокзале ту или иную информацию необходимую. Если, например, даже растерялся и, допустим, из виду упустил родителей и потерялся, естественно, это жизненная задача, которая перед ним стоит решить здесь и сейчас, как поступить. Подойти и спросить, например, у взрослого, какого у взрослого спросить? Ведь мама говорила, что нельзя общаться, например, там со взрослыми, а у него возникает чувство страха, что он один. Конечно же, вот здесь идут вот эти избирательные моменты того, к какому из взрослых могу я подойти? Почему? То есть обосновать. Может быть, он хорошо выглядел, может быть, этот знакомый показался ему вот немножечко таким приятным на внешний вид. Может быть, это его оказался там, я не знаю, учитель, родитель какой-то там, допустим, и так далее, и так далее. То есть дети, в принципе, по своей жизнедеятельности выполняют большое количество задач и разрешают их комфортно, если они функционально грамотны. То есть знают прекрасно не только, допустим, алфавит и цифры, да, или чем отличается число и цифра, но и в том числе понимают, как эти знания применить. И вот тут дается текст, как празднуют 1 сентября в других странах. Безусловно, детям понравится узнать, как празднуется 1 сентября. Ведь большинство ребяток, особенно те, кто идет в первый класс, думают, что все-все-все абсолютно идут в первый класс именно 1 сентября. А тут уже дается соответствующими видами зашумленного текста. Вы видите, да, представлены капли дождя и осенние листья, потому что это идет, опять же, ассоциативный ряд. У детей развивается как раз-таки понятие того, насколько этот материал как раз-таки предполагает для его размышлений. И вот тут вы увидите, надеюсь, вы смогли прочитать. Во всех странах по-разному проходит начало учебного года. В России учебный год обычно начинается 1 сентября, с линейки, цветов, красивых нарядок и белых бантов. Кстати, текст вы можете и сами интерпретировать, и так, как вам угодно деформировать. В Германии учеба начинается в конце августа, и ребенок начинает думать, почему в конце августа? Обязательный подарок каждого первоклассника подарочный кулек. В него кладут констовары, нужные вещи в школе и, конечно, сладости. В Японии учебный год начинается в апреле. В это время по всей стране цветет сакура, что может быть прекрасней, чем начинать школьную жизнь в тот момент, когда вся природа оживает. В Нидерландах ребенок идет в школу на следующий день после того, как ему исполнилось 4 года. А в Аргентине учебный год начинается в марте. Вот такие чудеса. То есть из этого текста что мы улавливаем? Во-первых, когда ребенок работает, обращая ваше внимание, уважаемые слушатели, вы можете текст сделать более коротким. Вы можете его адаптировать под особенности своего класса, своей группы. Но самое главное – уловите следующие моменты. Во-первых, текст дается интересный, чтобы ребенок замотивировался его дочитать до конца, чтобы у него проснулся как раз-таки вот этот инсайт. Ух ты, как здорово, оказывается! И он может этим поделиться. Его опыты жизнедеятельности, эта информация пригодится. Ну, хотя бы для того, чтобы рассказать маме с папой. А еще понятие идет зашумленного текста. То есть текст деформируется. Можно деформируть как приемом шторы, шторки, также и различного рода, например, использовать цифры. Можно использовать, как здесь представлен, изображение как раз-таки капли дождя, либо листочка. Это позволяет как раз-таки напрягать свои мыслительные операции, ребенку для того, чтобы разобрать. Дети начинают читать. Они вчитываются в буквы. В голове прокручивается как активный, так и пассивный словарный запас у детей. Они начинают вспоминать, видел ли, слышал ли такое слово где-то в своей жизни. Может быть, мама что-то говорила. Ведь похоже на вот это, допустим, не знаю, вот слово сентября. Наверняка в календаре видел ребенок, и он может догадаться, что здесь идет о таком месяце осеннем, как сентябрь. То есть все связывается с его жизненным опытом. И еще один момент. Конечно же, так как дети, следуя принципу наглядности, Яна Москаменского, любят эту красочность, представление информации, то же самое, как бы сейчас я вам говорила, без каких-либо презентаций, наверное, на слух было бы уловить сложно, хотя многим из нас уже далеко за 18 лет. И, естественно, дети, используя вот эти как раз-таки моменты, то есть на уровне практического действия, на уровне реализации всех своих мыслительных операций, начинают осваивать эту информацию лучше. Давайте дальше посмотрим. Здесь также представляется вариант рабочего листа, но он уже менее такой интерактивный, потому что все-таки дается больше для оценки того, как усвоил ребенок текст. Текст дается, вид как раз-таки текст как описание, для того, чтобы дети осваивали читательские умения, это не только беглость, это не только осознанность, но и правильность текста. И предлагается как раз-таки такой рабочий лист по реализации текста описания. И обратите внимание, здесь очень важно... Представлено то, что ребята работают с текстом и постоянно отвечают на те или иные вопросы. Ну вот, например, кроме того, что они читают опорные слова, они, конечно же, изучают и слова для справок, придумывают несколько словосочетаний, которые помогут описать эти деревья. Они видят знакомые деревья, и опять также начинают анализировать. Вот березу, допустим, многие узнают, а этот, например, Ива, да, Плакуча. Это, наверное, дух. Почему? То есть нужно ведь объяснить выбор своего действия. Далее предлагается тоже составить предложения, записать их, и опять же прокомментировать следующим заданием, закрепить свои познания, сколько времен года бывает, да. Ну, вы прекрасно знаете, что и дети дошкольного возраста не всегда в старшей подготовительной группе понимают, допустим, сколько времен года бывает. Первоклассники чаще всего уже это осваивают, но все-таки порой блуждают между четырьмя временами года и начинают путаться, да. Или, например, в каком порядке идут времена года. То есть не просто назвать, что четыре, а в каком порядке. Здесь сразу же возникает вопрос с проблемной ситуацией. А вот как распределяется этот порядок времени года? То есть обязательно есть такие проблемные ситуации, которые помогают ребенку натолкнуться на противоречие. То есть то ли он начинает с позиции того, что вот так как Новый год начинается зимой, да, зимой, то зима и весна, лето и осень, то ли иначе. Либо ориентироваться как раз-таки на то, что, возможно, Новый учебный год начинается с осени, и поэтому порядок времен года таков. То есть здесь очень важно опираться на подсказки, если предполагаете использовать какие-то, допустим, тексты, либо наглядные материалы, конечно, они помогут при тех или иных вопросах. Еще один из материалов, который хотелось бы продемонстрировать, он больше связан уже на компоненты как раз-таки функциональной грамотности как математический. Если предыдущие в большей степени осваивали как раз-таки компонент, как читательскую грамотность, мы здесь видим, да, например, прилагается кожаная мозаика, называется в кружке кожаная мозаика, ребята делают панно из кусочков кожи. Лена и Маша решили сложить квадрат со стороной 6 сантиметров с помощью одинаковых фигур. Лена из треугольников, Маша из треугольников. И нужно здесь записать, сколько фигур потребуется каждой девочке. То есть идет пространственное мышление. Ребенок начинает сосредотачиваться. Порой, вы наверняка сами видели у своих воспитанников, подобного рода задачи дети решают каким образом. Они начинают вырезать и прикладывать, да, считают, то есть им не всегда легко удается в голове, так скажем, мысленно представить, что да, вот я сейчас сложу несколько там прямоугольников, либо посчитаю, например, клеточки и сделаю вывод, что вот треугольников и прямоугольников понадобится столько-то. Чаще всего дети, вот как реально в одном из мультфильмов, где воспитывается ребенок медведем, да, наверняка поняли, о каком мультфильме идет речь, реально нужно показывать, сколько яблок получится, складывая каждая из них. И здесь как раз-таки данное задание, оно является нелегким, потому что усложняется тем, что и треугольник используется, и прямоугольник. Когда уже между собой похожие, конечно же, фигурки, возможно, дети быстрого освоили, да. Или, например, также математика, например, в том числе и математические знания нужны при использовании таких, например, задач, при решении, точнее, таких задач, как, допустим, Никита, Саша, Дима и Сережа строили башни из кубиков. Башня Никиты состоит из девяти кубиков. Сколько кубиков в башнях других мальчиков? Сразу же вспоминается понятие диаграммы, когда идут столбчатые диаграммы, где выстраиваются как раз-таки проценты либо количества. Это тоже есть момент функциональной грамотности. Почему? Объясняю. Потому что, чтобы дети наглядно, во-первых, увидели и освоили эту задачу, им ведь нужно сравнить и башенку Никиты, Саши, Димы и Сережу между собой. То есть идёт, опять же, размышление. Ребёнок учится учиться. То есть не просто механически заучивать таблицу умножения, либо, например, тот же алфавит и так далее, тому подобное. А он размышляет. И это очень важно. И вот обратите внимание, далее даются дополнительные вопросы. Сколько кубиков нужно добавить к каждой башне, чтобы все башни стали равными по высоте с башней Никиты. То есть идёт состав числа. Ребёнок должен понять, например, если тут максимально 9, я вижу, что, допустим, у Саши, например, на грани как раз-таки 5 и 4 он начинает думать. Опять же, мы видим, что это 4. Сколько нужно? То есть, опять же, базируется на элементарных понятиях. Безусловно, когда ребёнок, к сожалению, не осваивает азы, не осваивает вот этот фундамент элементарных знаний, умений и, конечно же, навыков, он переходит в такую, так скажем, классификацию, как многие из педагогов особо любят комментировать, детей неуспешных, неуспевающих. То есть ребёнок не может. Ребёнок у ребёнка не получается. И тут в трудности могут вырабатываться не только в сфере учебных действий, но и, конечно же, в сфере социальной адаптации и в сфере коммуникации. То есть ребёнок начинает напросто, как ещё говорят многие из нас, простым обычным словом житейским, скатываться. У него, конечно же, возникает и трудные взаимоотношения с учителем, трудные взаимоотношения с учениками, то есть одноклассниками, и освоение того, конечно же, базового уровня знаний, к сожалению, уходит на нет. Лишь потому, что вот это развитие умения учиться у него не сформировано. И раз не сформировано, то и, конечно же, нечему развиваться. Поэтому есть момент следующего характера. Обратите внимание, что как и в учебной мотивации может выражаться невнимательность при принятии выполнения учебной задачи, то есть отвлекаемость, отказ от выполнения учебных задач. Выполнение учебных действий – это непонимание условий заданий, формирование навыков саморегуляции, неумение справиться с заданием без помощи педагога. Если говорить о коммуникативной сфере, то есть общение и взаимодействие с учителями, оно затруднено. Конечно же, идёт и дефицит предмета коммуникации, то есть нечем поговорить, нечего высказать. В общении и взаимодействии со сверстниками также основными причинами является не сформированность коммуникативных навыков. То есть, опять же, ребёнок имеет ограниченный словарный запас. И не только словарный запас, но и в первую очередь внутренние качества, такие как тревожность, неуверенность в себе, они преобладают. В сфере социальной адаптации идёт отклонение от школьных норм поведения, то есть дети, естественно, проблемное поведение демонстрируют, они могут и сорвать урок, занятия любого рода, в том числе испытывают, конечно же, и повышенное внимание от взрослых, потому что повышенное, я бы сказала, негативное, потому что одно дело, можно уделить внимание в позитивном ракурсе, а другое, когда мы, конечно же, постоянно отдёргиваем, ругаем за то, что что-то там, например, ребёнок натворил. И вот эта тревожность, страх перед школой, быстрая утомляемость, она выражается в том, что ребёнок психоэмоционально, конечно же, ощущает неблагополучие, расшатанность своих, не только мыслительных операций, но и в первую очередь, в целом своего я, внутреннего я. И обратите внимание, вы можете воспользоваться, конечно же, и данным пособием, здесь даётся презентационный материал, который вы наверняка скачали, уже даётся ссылочка для того, чтобы более детально, более подробно вы могли освоить. И следующий также момент, который хотелось бы прокомментировать, в ракурсе, конечно же, креативного мышления. Вспомните, пожалуйста, на предыдущих слайдах мы с вами видели как раз-таки несколько нейроупражнений, которые помогают развивать детям не только, конечно же, рабочую и нерабочую руку, но и, безусловно, понимать материал, который представляется, который засекречен. И вот такими секретами можно ещё представить и рассказы. То есть интересную, например, интерпретацию различных басен, или, например, стихотворения, в том числе и рассказы Константина Дмитриевича Ушинского. И не только. Всем известные сказки, допустим, «Лиса и журавль», может быть, вспомните, например, сказку «Реку». То есть, опять же, идёт на основании жизненного опыта, ведь мама наверняка читала ему эту сказку, и ребёнок начинает догадываться, что здесь вот написано. Но опять же, испытывая те или иные затруднения в ходе проблемной ситуации ребёнок начинает всё больше и больше как раз-таки осваивать материал. И обратите внимание также на следующий слайд. Здесь даётся вариант, один из вариантов, который, возможно, вы уже замечали на похожих тематик, вебинарах, которые проводились мною. Это таблица, которую необходимо запомнить. Была разработана совместно со студентами по профилю начальное образование. Здесь было важно показать как раз-таки не только материал по национальным костюмам, в том числе национальным блюдам, национальным праздникам и инструментам. В презентационном как раз-таки материале даётся тематика национальных костюмов и в том числе музыкальных инструментов. Ещё раз подчеркну. Текст мы со студентами выдумывали сами, то есть разработка авторская, но, опять же, базируется на принципе того, что дети часто на олимпиадных уровнях такого рода задания могут встретиться, повышенного уровня задания, когда нужно исключать, так скажем, неверные рассуждения, либо придерживаясь тех или иных верных вариантов ответа, выводя то или иное умозаключение, дают ответ. И, конечно же, здесь вот даётся как раз-таки вариант того, что у Александра много друзей из разных стран, и однажды, посетив фестиваль народов мира, он был поражён разнообразием костюмов. И далее даётся варианты костюмов. Как и наглядно воспитанник запоминает, обучающийся, как выглядит этот костюм, так и замечает специфичность имён, в том числе анализирует название стран. Вы видите, что потом ещё ребёнку нужно понять, откуда этот Александр и какой национальный костюм у него и так далее. И даётся вариант того, что ребёнок сам может изобразить. То есть тут большое количество даёт как раз-таки вариантов мысли и деятельности для ребёнка подобного рода заданий. И также подобного рода задания даётся, как уже комментировала ранее, это по музыкальным инструментам. Дети очень любят особенно в дошкольном возрасте побринчать так скажем на барабане либо допустим поиграть там на каких-то инструментах в том числе на наших нервах. И естественно предлагается широта многообразия музыкальных инструментов, чтобы дети опять же освоили, что среди например струнных инструментов есть большое количество других инструментов всем известных возможно не только например такой как гитары либо балалаки но и ещё здесь очень важно чтобы дети уловили опять же этот принцип выполнения задания то есть он видит название он изучает текст рассматривает анализирует да его делает выводы обобщает и обязательно конечно же фиксирует своё внимание на изображениях видите да изображение различных музыкальных инструментов даётся то есть опять же мы видим так как это серия заданий если вы заметили то у нас идут имена тех же самых друзей и конечно же складывается вот эта вот картина что у этих представителей различных народностей возможно много общего не только в национальных костюмах но и разнообразных музыкальных инструментах вот следующее тоже задание которое хотелось бы вам продемонстрировать к сожалению здесь вот даётся лишь некоторые так скажем карточки разработка была с одним из студентов как раз таки выпускной группы по профилю также начального образования наша была задача в том чтобы повысить не только математическую грамотность у детей ну и в том числе прививать любовь к региону да а именно к республике Башкортостан а в частности город Уфа его вы видите что некоторые карточки да они имеют как раз таки такого рода фон который присваивается специально для того чтобы обозначить что это задание связано с нашим регионом например Айтуган съел 100 грамм как раз таки бешбармака да и 50 грамм беляша чего он съел больше на сколько или например масса минарета мечети Ля-Ля-Тюльпан 34 тонны сколько килограммов весит один минарет то есть идет как раз таки это одна из наших известнейших мечети в городе в том числе и республики Башкорцан это Ля-Ля-Тюльпан конечно есть еще одна из мечетей которая находится как раз имени Тукаев по улице Тукаева она соборная старая мечеть но все таки у многих горожан на слуху больше Ля-Ля-Тюльпан потому что она изготовлена в таком как раз таки прекрасном виде как тюльпаны и если есть желание у ребенка узнать про эту мечеть он конечно же эту информацию получит эти карточки были изготовлены для на тот момент детей первого класса сейчас они уже во втором классе и студент Харрисова Николь она уже работает учитель начальных классов и прекрасно что получилось реализовать этот продукт потому что дети с удовольствием начали изучать как раз таки математику не только в рамках учебно-методического комплекта но и за границами этого материала и вы видите следующие карточки их несколько блоков также есть и сектор приз для того чтобы опять же замотивировать детей они уже представлены в таком формате сейчас я попробую так вот увеличить на экран вы видите здесь да например предлагаются задания которые идут уже по дому представленным на следующем слайде сейчас прокомментирую например на внешней стороне дома изображен флаг республики Башкорстан найди его длину в гараже есть дверь какая сторона двери самая длинная что ты заметил когда измерим так выхожу из полноэкранного режима вот тут уже дается изображение этого домика вы видите в этом домике как раз таки расположены различные предметы в том числе есть и линейка и конечно же каждый из предметов был специально подобран для того чтобы дети могли измерить могли как раз таки ощутить вот этот уют потому что очень же важно когда дети видят как раз таки да дом они ассоциируют со своими различными как раз таки семейными традициями и вот одна из таких семейных так скажем традиций этого класса возникла чисто случайно по интересу по мотивации детей каждый раз этаж этого домика пополнять пополнять как раз таки различными какими-то игрушками ну естественно что это первый класс можно конечно прокомментировать что дети они настолько были вдохновлены новым так скажем домом но все-таки данная традиция она имеет место быть и вот тут вот есть факты которые также предлагаются для того чтобы развивать функциональную грамотность детей посмотрите смешная пятерка что это значит пять самое смешное число в тайском языке его произносят как х на сленге даже существует фраза что означает смех или например ноль единственное число которым нельзя записать римскими цифрами и так далее и так далее обратите внимание что здесь также дается большое количество других заданий связано и с учеными исследователями не только региона но и российской федерации но и в целом всем известных математиков физиков которые опять же являются такими положительными примерами для учеников безусловно хотелось бы конечно поделиться большим количеством материала в том числе хотелось бы прокомментировать некоторые слайды более подробно но все же хочется постепенно услышать ваши вопросы потому что я думаю что вы внимательно слушали данный материал вебинар я очень рада буду ответить на них если они имеются есть ли у вас вопросы хорошо спасибо дмитрий базальевич пишет какие трудности препятствий чаще всего возникает в процессе формирования функциональной грамотности у детей и как их можно преодолеть спасибо большое за вопрос за ваше внимание вы знаете трудности в первую очередь возникает в том что не все дети умеют работать с информацией чаще всего дети как вот сейчас возможно будет прокомментировано неправильно с моей стороны как педагога имеет такое качество как ленность да дети ленивы потому что большинство взрослых сами предлагают готовый вариант тех или иных заданий например даже выполнение домашнего задания вызывает большое количество вопросов не только у ребенка но и в первую очередь у родителя и чаще по опыту скажу у многих родителей возникает желание посмотреть готовый вариант домашнего задания который выложен в интернет пространстве в спокойном свободном доступе нежели подумать самому вместе с ребенком и часто возникает даже вот это вот ощущение ленности в том что используется многими детьми несмотря на то что является неправильным это ручки пиши стирай то есть да ребенок вроде бы стер но все-таки он не прорабатывает эту ошибку он не замечает этой ошибки потому что ему лень подумать просто мыслительная операция настолько сейчас ограниченной становится так как дети привыкли все в готовом виде получать и как с этим бороться с этой трудностью да хотелось бы прокомментировать так же но в первую очередь прививать у детей самостоятельность добывания знаний не только в том чтобы ребенок выжидал что ему взрослый преподнесет да либо воспитатель учителя там например расскажет либо например его взрослый например как брат сестра возможно даже кто-то из родителей обладает этим умением а в первую очередь самостоятельности добычи знаний если он знает что например какое-то слово ему не ясно то ведь можно обратиться в толковый словарь большинство учебников в том числе по УМК школы России так же и других учебно-методических комплектов всегда имеют толковый словарь после конечно же произведения либо например в конце учебника но ведь не каждый ребенок его пролистает откроет и поймет и конечно дети когда все-таки развивает вот эту самостоятельность в своих знаниях добычи точнее знания да они начинают размышлять они начинают понимать что вот например чтобы поступить допустим по одному из вариантов сейчас вот секундочку буквально да так ну например пускай это упражнение чтобы выполнить это упражнение ему ведь нужно сосредоточить свое внимание сконцентрировать его да запомнить конце до концов вот эти три цвета и по этим грибочкам ведь грибочки это лишь отвлекающий маневр чтобы его завлечь он начнет действовать он начнет применять так скажем свои мыслительные операции вот поэтому хотелось бы конечно в первую очередь пожелать чтобы мы как взрослые прошу за выражение прощения еще раз не уродовали жизнь детей потому что дети они должны учиться учиться именно самостоятельно добывать свои знания как еще родители могли бы способствовать развитию функциональной грамотности у своих детей в домашних условиях спасибо за очередной вопрос благодарю есть различные варианты здесь естественно нужно подходить каждому индивидуально но я буду комментировать основываясь на своем опыте и в первую очередь хотелось бы подчеркнуть что существуют дети различного уровня это не только связано с особенностями здоровья но и в первую очередь того что насколько у них пытливый ум и безусловно один из детей может быстро реагировать на те или иные ваши задания даже элементарно там убрать допустим в шкафу или в книжной полке привести порядок либо например заполнить дневник это ведь тоже одна из таких важных задач иногда родители заполняют сами а порой ребенок сидит в первом классе и заполняет дневник порой ошибаясь и например ошибается в счете и например указывает уже 32 день естественно родитель может ему прокомментировать малыш будь внимательна посмотри календарь какой у нас месяц правильно например сентябрь посмотри внимательно какой день завершается в сентябре допустим 31 число я просто говорю как вариант а ты какой день написал а может ли быть 32 дня в месяце если ребенок затрудняется вы можете просто проанализировать я помню как я младше сидела и объясняла многократно показывая на календаре давай посчитаем а сколько да у меня был такой случай когда у меня ребенок ушел вообще до 35 дня я сидела думала так либо мой ребенок не готов к школе либо произошло что-то неимоверное на что она мне ответила я мама замечталась конечно же я знаю но есть же варианты когда и не знают то есть нужно просто освоить освоить опять же различные домашние могут быть обязанности мы часто предлагаем ребенку помыть посуду допустим или например убрать за собой выполнить домашние задания я не знаю просмотреть мультфильм всего-то 15-20 минут то есть опять же развитие вот этой функциональной грамотности которая помогает ему как раз ее формировать могут быть разные ну или на примере этого же нейроупражнения задать как раз как раз свою просьбу в таком формате нужно чтобы развивался и левый как говорится и правый поэтому есть такие различные ситуации спасибо за вопрос надеюсь я ответила на ваши вопросы есть ли еще у кого-то ахо вы еще задаете вопрос спасибо какие психологические аспекты необходимо учитывать при развитии функциональной грамотности у детей психологические аспекты в первую очередь нужно рассматривать по их возрастной периодизации если мы с вами понимаем прекрасно что детки дошкольного возраста особенно трехлетнего испытывает вот это ощущение я сам то есть идет самостоятельное освоение мира не нужно его как-то задерживать естественно это не психологическая особенность как например воображение память или мышление но это опять же является психологическим новообразованием и мы не можем ему говорить ну давай я сам я быстрее там завяжу шнурки или допустим там найду шапку пока ты найдешь то есть комментировать только вы усилите как раз таки негатив в ребенке потому что ребенок хочет сам да и пусть делает сам и часто взрослые даже не доверяют допустим в этом возрасте в трехлетнем имею ввиду убрать за собой помыть пол или например там я не знаю постирать какие-то вещи или еще что-то выполнить у меня дети всегда параллельно со мной все делают то есть я могу им предоставить выбор если хотите пожалуйста чаще всего они хотят да это возможно будет коряво но зато это их уровень развития потом они оттачивают свой навык и уже например я вижу что у меня старший ребенок прекрасно может справиться с посудой после себя все прекрасно может вытереть и мало того что полотенце будет лежать ровненько но и спокойно приступает к этой домашней так скажем обязанности и поэтому психологические аспекты выражаются в первую очередь в том чтобы развивать их мышление а оно бывает опять же по видам различного рода в том обязательно обращайте внимание на логическое чтобы дети могли рассуждать на память необходимо давать конечно же определенного рода задания даже если вы на кухне готовите там я не знаю борщ спросить а сколько картофелин можно например использовать то есть различные и воображение конечно у деток развивается молниеносно в этом возрасте но все-таки вообразить что-то интересное даже комнату своей мечты можно вот поэтому большое количество конечно же возникает еще новых идей я думаю я думаю что вам было интересно слушать спасибо как вы определяете границы между функциональной грамотностью и академическими знаниями я так поняла Дмитрий большое количество от вас вопросов наверное вы очень заинтересованы понятием функциональной грамотности как никак иные слушатели которые тихо выслушивают нас спасибо еще раз это безумно приятно когда вы задаете вопросы как слушатель потому что идет обратная связь для меня лично определение границы между функциональной грамотностью и академическими знаниями заключается в том чтобы представить это академическое знание в новом формате то есть я изучаю например алфавит с детьми допустим как вариант не просто прочитывая звуки а потом буквы да мы знаем что звукобуквенный метод обучения идет не просто в понимании того что это 33 буквы а вот почему например там называется алфавит и в оживлении этих букв то есть например можно представить букву я своим телом либо например как раз таки в элементах шершавых букв или как раз таки в придумывании рассказа на начало этих букв то есть каждый раз нужно понимать что вот вы академическое знание как допустим предыдущий материал был по математике кстати говоря дети освоили математику Людмила Георгин Петерсон и просто возник запрос на то что они уже это освоили еще хочется что-то интересное и вот мы начали размышлять со студентом через интернет пространство заказали домик потом уже снабдили своими различными интерьерными элементами задания выдумывали то есть вот как раз таки вот эта грань находится в том то ли вы идете в классическом формате преподнесения материала условно говоря календарно-тематического планирования то ли вы выходите за рамки представления этого материала и добавляете что-то свое креативное которое зажжет их которое будет интересно для них еще вопрос есть как вы оцениваете влияние цифровых технологий на развитие функциональной грамотности у детей вопрос я бы сказала такой с подковыркой лишь потому что мы не можем сейчас без цифровых технологий и благо дело мы например используя сейчас онлайн платформу можем многих подключить но и так же и у детей есть несколько например ресурсов я называла допустим World Wolf в том числе которые помогают привлечь внимание детей другое дело что в разумном дозированном как раз таки состоянии почему потому что все не все дети умеют себя контролировать это большое количество как раз таки деток в этом возрасте дошкольного младшего школьного возраста ну что же говорить даже подростки не умеют контролировать себя по так скажем временахождение в интернете в соцсетях либо например тем же самым использование цифровых каких-то технологий допустим игра какая-то интересная да это взрослый должен контролировать то есть ограничивать его если используется не просто отдал и на целый день пропал ребенок а значит я могу спокойно выполнить все свои домашние задания но и в другом формате то же самое как цифровые технологии например да они же используются и в рамках домашнего обучения например онлайн обучение дети же согласно как раз таки санпину осваивают в рамках определенного промежутка времени 35 например минут тематику того или иного урока это тоже опять же идет цифровизация образования никаким образом не могу сказать что только нет потому что все-таки есть момент того что золотой середины принцип золотой середины он превалирует спасибо хорошо очередной вопрос известно ли вам примеры неудачных попыток внедрения программ по развитию функциональной грамотности я бы сказала здесь следующий момент что существует конечно же когда вот международные исследования начали внедряться в образовательность в образовательную систему российской федерации а вы знаете да это и различные международные исследования по читательской грамотности они в первую очередь захватили начальное звено да далее уже большое количество идет исследование на звено как раз таки старшей так скажем группы здесь есть момент следующего характера когда мы хотим развивать функциональную грамотность порой мы забываем о том что тестовый формат заданий он не всегда дает грамотный правильный более такой как сказать емкий ответ ребенка потому что это тест как бы не демонстрировали некоторые варианты допустим по читательской грамотности есть же на фиока как раз таки на сайте фиока пробные варианты и мы сами проходили потому что мне было это интересно со студентами большое количество идет противоречия в вопросах потому что ребенок может ответить по-разному а в программе заложено определенное так скажем количество вариантов ответов определенные правильные ответы которые дают как раз таки балл высокий и естественно ребенок может размыслить по-разному вот то же самое как с единым государственным экзаменом когда вот уже сочинение добавили кажется как будто полегче стало потому что мы можем увидеть насколько ребенок может например размышлять то есть идет и собеседование и так далее а вот когда вы просто отвечаете чисто по тесту хоть он будет множественным вариантом выбора хоть он будет иметь на дополнение либо закрытый открытый тип вопроса все равно ребенок отвечает шаблонно но чаще всего спасибо за вопрос и есть ли еще противоречия или разногласия среди экспертов по поводу методов развития функциональной грамотности какие я могу ответить следующим образом что среди экспертов по как раз таки развитию функциональной грамотности не наслышана о противоречиях лишь потому что одно время конечно же было противодействие так скажем в реализации целом понятия функциональной грамотности и взамен различным международным исследованием начали включать так скажем отечественные исследования да это не только ВПР это и различные другие опять же форматы теста да но все-таки согласно опять же федеральному государственному образовательному стандарту согласно другим нормативным документам целая дисциплина как функциональная грамотность она введена то есть мы обязаны вести занятия по функциональной грамотности другое дело какое вы пособие возьмете как педагог посчитаете более нужным эффективным необходимым или например будете развивать только определенный компонент функциональной грамотности спасибо вам спасибо отдельно и позвольте тогда завершить словами Константин Дмитриевич Ушинского что человек рожден для труда труд составляет его земное счастье труд лучше хранитель человеческой нравственности и труд же должен быть воспитателем человека я благодарю вас за внимание я очень надеюсь что мой труд для вас был полезен и вашим непосредственно труду желаю как раз таки только развиваться как грамотная личность и всегда помните что противоречие является движущей силой развития не бойтесь никаких трудностей вы все преодолеете спасибо вам огромное спасибо большое еще раз всего доброго до свидания до свидания